Продолжаем оформление и подачу заявок на программу United for Ukraine, или как ее многие называют U4U. И здесь по-прежнему существует совершенно повышенная степень неопределенности, отсутствие каких-либо понятных алгоритмов, через сколько и кому будет выдаваться одобрение. Я хочу продемонстрировать ситуацию, которая вот буквально в течение 10 дней сформировалась, что повлекло с собой мое желание поделиться этой ситуацией с вами на примере двух конкретных кейсов. Итак, кейс номер один. Гражданка США, которая на секундочку зарабатывает в год 330 тысяч долларов, выступает спонсором для украинского иммигранта. Подача произошла больше трех месяцев назад и до сих пор мы не имеем ни ответа, ни привета. В этот же самый момент, буквально 10 дней назад, мы подаем документы для нашей клиентки, которой 16 лет живет в США, но живет она в статусе временном, в подвешенном при подаче на политубежище. Она прошла уже огонь, воду. И вот в прохождении медных труб судебной системы она сталкивается лицом к лицам с судью, который говорит, так, в Украине идет война, даже не собираюсь рассматривать ваше дело, идите, подумайте, поговорите с адвокатом, я рекомендую подать на ТПС. Это, кстати, очень редкий случай, когда судья дает какие-то рекомендации вместо того, чтобы просто тупо рассмотреть, тупо, неумно рассмотреть то, что перед ним находится. А здесь он поступил по-человечески и профессионально. И вот с этой рекомендации клиентка приходит к нам, мы оформляем ей документы на получение статуса временной защиты ТПС, что доступно для граждан Украины, находящих в США. Кстати, многие очень буквально потоками переходят на этот статус политубежища. По совету адвокатов, совет судьи вообще невозможно проигнорировать, потому что их кейс, который они начинали в 2014 году, через 10 лет потерял свою актуальность. По многим характеристикам. Тем не менее, в это углубляться не буду. Получаем мы для нее ТПС. И вот на основании полученного ТПС подаем документы на получение одобрения по программе United Free Crime для ее сына. Совершеннолетний сын. Доход этой женщины 44 тысячи в год. И что вы думаете? Через 10 дней мы получаем полное одобрение с двух сторон. И одобрение заявки, и разрешение этому ребенку на въезд. И вот вам два кейса. Гражданка США доход 330 тысяч в год, который уже больше трех месяцев ждет. И человек, находящийся совершенно с подвешенным временным статусом, с доходом в 44 тысячи долларов, которая в течение 10 дней получила одобрение. Вот пойди пойми. С вами был Вадим Печерский, миграционный консультант и команда Russian Documentation Center. С вас подписка и лайк.